Минюст на антикоррупционной мушке. К чему приведут маски-шоу НАБУ в министерстве? И выдержит ли само НАБУ лавину новых обвинений? Мельники не тонут. Судьи остановили хождение по мукам скандального экс-ректора. Сколько еще коррупционеров могут вместо тюрьмы отпустить на все четыре стороны? Курс на 4,100. Выполнит ли власть обещание о повышении минимальной зарплаты? Когда ждать щедрот от правительства? И не съест ли и эту прибавку инфляция? Удавка для семейных тиранов. Рада разрешила сажать за домашнее насилие. Сколько светит обидчикам? И как упрятать за решетку человека, превратившего вашу жизнь в ад? Здравствуйте. Я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Ну что ж, теперь еще и Минюст. Очередная крупная рыба, которую в мутной воде украинской коррупции пытаются поймать детективы НАБУ. По официальной версии обвинителей, все выглядит красиво. Должности высокие, деньги большие, схемы серьезные. Но в Минюсте говорят, что обвинения не просто надуманные. Чиновники обвиняют детективов даже в срыве международных судов против России. А что на самом деле? И для кого это расследование может закончиться плохо? Для Минюста или все-таки для НАБУ? Инна Томина изучила все факты. Скандал между НАБУ и Минюстом набирает обороты. Уже неделю ведомства обмениваются серьезными обвинениями. Чиновник Каф-министерства возмутил внезапный обыск детективов бюро. Жалоба уже полетела в Генпрокуратуру. Они прорвались в середину здания. Там находилась на тот момент только прибиральница. Зачали в один из кабинетов, где находятся материалы в Европейском суде, справа человека. И закрылись там в середине. В НАБУ подтвердили два обыска и уточнили. Действовали быстро, ждать было некогда, так как документы могли уничтожить. В мусорной корзине, в министерстве, а также дома в сотруднице, найдены вещдоки по уголовному делу. Документы, скажи, за все законодательства проведены. За знищение документов, действующим законодавством предбачена криминальная ответственность. За знищение официальных документов. Если бы мы не выехали и не реагировали сегодня до 8-го ранку, указаны документы, были бы вынесены на смятя, и у нас бы не было... Ну, то есть мы бы втратили доказательную базу. А доказательства нужны по делу о давнем споре между компаниями «Золотой мандарин» и «Киевэнерго». Еще в 2000-х первая передала второе на хранение мазут, который впоследствии «Киевэнерго» отказалась вернуть. Компания пожаловалась в Европейский суд по правам человека. Там приняли решение о компенсации. И два года назад Украина выплатила «Золотому мандарину» деньги из госбюджета. Но в НАБУ сомневаются в законности. В указанном криминальном проведении наследками есть возможная незаконная растрата суммы около 54 миллиона гривен за беспосереднюю участие службовых осіб Министерства юстиции Украины. В Минюсте парируют, а не только выполняют решение Европейского суда. И не секрет, что там с каждым годом дел против Украины все больше. На сегодняшний день мы уже знаем, что из 18 тысяч исков, которые находятся на рассмотрении в ЕСПЧ, примерно четверть, даже больше четверти, они от граждан Украины. Поэтому тот суд, который проиграла Украина в ЕСПЧ по этим 12 тысячам исков, это еще небольшая доля того, что последует, какие иски последуют дальше. Вот только абсолютное большинство компенсации от государства ушло не людям, а большим компаниям. Под предлогом выполнений решений ЕСПЧ Минюст перечислил огромные суммы. Не только «Золотому мандарину», но и другим фирмам, утверждают общественные активисты. Весь корень конфликта между НАБУ и Минюстом полягает в том, что схемы распределения бюджетных денег за решениями европейских юрисдикций остались в Минюсте еще с временем Майдана. То есть до Майдана свои компании фактически получили отшкодирование, там, за определенные бонусы. И после Майдана эта схема осталась. За последние три года тем, кто выиграл суды в ЕСПЧ, Украина компенсировала полтора миллиарда гривен. Но, как оказалось, Минюст даже не ведет общего учета, кому перечисляли государственные деньги. Закон не обязывает. На запросы отвечает довольно оригинально. На сайте Министерства все же отчитались, но лишь по общим суммам. Там пишут, что в 2014 заплатили по долгам почти 170 миллионов гривен. В 2015-м 640, в 2016-м чуть меньше. А в этом году все еще впереди. Поэтому вполне понятно, что чиновникам очень не нравится внимание на БУК таким выплатам по схеме обналички под предлогом соблюдения прав человека. Инна Томина, Павел Лысенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну а если говорить не о чиновниках, а обо всем нашем обществе, то есть один факт, который, ну, очень не нравится. Причем, наверное, сразу всем, кроме разве что самих коррупционеров. Обвинений со стороны НАБУ уже сотни против самых разных должностных лиц. Вот только приговоров при этом единицы. Вдумайтесь в эту статистику. За два года деятельности детективы бюро расследовали около 500 дел и отправили в суды около сотни обвинительных актов. А сколько приговоров получили? Всего лишь 18. Конечно, это не идет ни в какое сравнение со статистикой той же генпрокуратуры. Там счет идет на тысячи завершенных расследований и тысячи приговоров. Но и в НАБУ, и в генпрокуратуре объясняют ситуацию одинаково. Мол, дела тормозятся в судах. Суды у нас и вправду иногда просто поражают своими решениями. Даже хочется называть их не решениями, а откровенно судебными конфузами. Вот как с Петром Мельником, бывшим ректором налоговой академии. Человек уже и за границу убегал из-под ареста, болезнь изображал, чего только не делал, чтобы уйти от ответственности. А оказалось, что он просто невиновен. Ну, по мнению судей. Почему приняли такое решение? И чего ждать дальше вот по таким громким делам? Выясняла Елена Зорина. Дела, отгремевшие на всю страну. Вертолеты, спецназ и даже перестрелки. Чего только не увидишь во время таких задержаний. Это не автория, это национальная... Аааа! И как только на подозреваемых во взяточничестве надевают наручники, они резко заболевают. Выроков на погучных справах нема. Поставить точку или хотя бы запятую судьи в делах топ-коррупционеров не спешат. Более 9 тысяч задержанных и больше 4 тысяч дел в судах. А дальше все как по спирали. Те, кто оказываются на скамье подсудимых, оправдываются. Не брали, не видели и ничего не знают. И спустя какое-то время даже былой статус пытаются вернуть, чтобы, видимо, снова взяться за старое. Эта история, как и знаменитая Санта-Барбара, годами развлекала украинцев. Добробуту вам! Усиляки гараздью! Июль 2013-го. Ректор Налоговой Академии пойман на взятки в 120 тысяч гривен. Под столом, люди. Что вы здесь наручники строите? Я точно могу не думать. Нарушники эти, сейчас одень. В суде он снимал брюки, а когда надели электронный браслет, умудрился сбежать аж за океан. Руки сцикли, особенно из меня, так сказать, с усиленной дайва было, чтобы их снять. Вернулся из Америки, как только власть в Украине поменялась. Засветился в еще одном скандале, на этот раз сексуальном. И в первом же эксклюзивном интервью нам заявил. Какий хабар? Покажите видео или аудио, где Петро Мельник вымагал хабар? Теперь Мельник с журналистами не общается. Живет, по словам адвоката, скромной жизнью пенсионера. Петр Мельник чувствует себя физически хорошо. Он нигде не работает. Его основное занятие последние два года – это хождение по судам. В судах по Мельнику сразу три дела. То, что касается взятки, два года назад он выиграл. Но теперь его рассматривает другой суд. А служителями Фемиды, оправдавшими экс-ректора, тоже занимаются следователи. Совсем недавно Мельник одержал победу и в другом деле – о незаконном отчуждении имущества академии. Решение об отчуждении этих земельных участков принимал не Мельник, а коллегиальный орган. Поэтому обвинять его в том, что он лично распорядился земельным участком, но, мягко говоря, некорректно. В апелляции мы наведемо достатные доказы. И что до Мельника? Будем делать все, чтобы апелляционный суд, а, возможно, и высший суд, а, возможно, и верховный суд, уже новый, побачив эти доказы. Туннели с золотыми слитками, старинными иконами и антиквариатом. А еще черная бухгалтерия в сейфе и чемодан долларов. Это то, что нашли под домом вице-губернатора Николаевской области Николая Романчука. А зачем вам туннели под домом? Можете объяснить? Это тирк для РТМБ. В июне прошлого года он и еще трое чиновников якобы погорели на взятке. Хотя сам Романчук сразу поспешил от незаконных денег откреститься. Я никаких взяток, никаких денег, ни у кого не брал. Спустя полтора года он на свободе и даже без браслета. Может спокойно покидать и город, и страну. Мера пресечения к нему сейчас никакая не применена. Обязанностей у него никаких нет. Поэтому ограничений на сегодняшний день у него никаких нет. Правда, в областной администрации уже не работает. Но не из-за этой истории. Он уволен по закону в связи с тем, что истекли обязанности главы областной администрации. Сейчас он пенсионер. А вот была ли взятка, теперь наверняка сказать никто не может. Деньги, а это 80 тысяч долларов, по утверждению адвоката, испарились. Это все осталось на бумаге. Там была сумка, и якобы военная прокуратура утверждает, что там были деньги. Но в суд деньги не представили. Даже если доллары найдутся, говорят эксперты, дело против Романчука все равно развалится. Почему громкие дела топ коррупционеров разваливаются в судах? И кто же оказывается на скамье подсудимых, если не они? Это сельские главы, это главы лекарей, это руководители департаментов РДА, ОДА. Это чиновники средней и нижней ламки. Они не будут оголошивать, потому что их преследуют политично. С чиновниками рангом повыше сложнее. Армия адвокатов, шоу в судах и игра в поддавки. Вот их стандартный набор защиты. А главный козырь затягивания процесса. Это стандартная практика, когда суды не хотят принимать решение. Они не обязаны оттерминовать, но они выполняют склопотание адвокатов. Многие суды могут быть простимулированы простым телефонным звонком. Если вы не видите более 20 миллионов, то вы тратите 10%-2 миллиона на то, чтобы мотивировать или правоохранительные органы, или представители судовой гилки власти, в том, что какие-то доказы можно не увидеть или не так протектировать, это достаточно большая вероятность. Судить своих, чтобы другим неповадно было, судьи тоже не спешат. Судейственная незаконность, вы можете снять ее, но она этому не поможет. Март прошлого года. Одесский судья Буран при попытке обыска отстреливается от детектива в НАБУ. Положите оборудование в карте! Его обвиняют в получении взятки в 500 тысяч гривен. Они, наверное, издали меры в определенном моменте. Надеть наручники на одесского судью-стрелка удается лишь в Киеве. Мы затремлены порядком статьи 288, когда мы прислали на подпись Украины. Судья до сих пор в СИЗО. С работы не уволен. Здесь его отсутствие ощущается разве что в отсутствии расписания. Табличка на двери цела, кабинет на замке. Его уже арестовали. А табличка вот виселись в подпись. Понятнее. Но поясняют, пока нет приговора, уволить судью не могут. Презумпции невиновности. Да и указаний не было. Он не висторонен, он в выраку суду еще нет. Поэтому мы не можем его освободить, висторонить. Потому что нет определенного факта или законного подставки. Трехэтажный особняк рядом с морем. Это тот самый дом, где происходила перестрелка. Семья судьи после произошедшего на глаза журналистам не показывается. Похоже, никого нет дома. Да и с соседями видятся нечасто. Видела там дочку две недели назад. Сейчас, честно, очень редко спели сталкиваться. Насколько затянется дело судьи, как и бывшего вице-губернатора Николаевской области? А главное, чем закончится? Громким шумом из ничего или реальным приговором? Ответов пока нет. Но велика вероятность, что приговоры могут быть оправдательными. Или о фигурантах забудут. Вроде ничего и не было. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Андрей Анастасов, Сергей Игнатенко и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. Кстати, как бы не вышло, что забудут и о самом крупном контрабандисте страны. Ну, по крайней мере, так его называют в СМИ уже несколько недель. Вадим Альперин вышел на свободу, суд назначил ему залог. Любопытно, что размер залога примерно такой же, как и размер взятки, в организации которой его подозревают 21 миллион гривен. Напомню, речь идет о расследовании по взятке на 800 тысяч долларов одному из детективов НАБУ. Взяткодатель рассчитывал, что детектив за эти деньги согласится прекратить расследование по контрабанде. Именно по этому делу детективы вместе с фискальной службой арестовали 450 миллионов гривен на счетах фирм, через которые в Украину завозились товары в обход таможенных правил. Обвинители связывают все эти фирмы с Альпериным. Сегодня в Киеве состоялось, ну, тут, наверное, лучше употребить именно это слово, презентация нового Верховного Суда Украины. Это полностью обновленный высший судебный институт. Там и люди новые, аж 115 судей, и правила другие. Сразу несколько старых высших судов сегодня прекратили работу. Это высший административный суд, высший хозяйственный суд и высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Все функции теперь перешли к новому, Верховному. Каждый из вас, новых судов Верховного Суду, на лініи размежевания между справедливостью и свавиллением, между гидностью и недоброчесностью, меж правом и силою робить гидный выбор кожного дня. Робить гидный выбор в кожней справе. Сегодня важный день не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь судебная реформа – это одно из главных условий для движения Украины в Европу. Вы уже достигли значительных успехов, но есть еще над чем работать. И мы в Венецианской комиссии гордимся тем, что можем оказать вам в этом помощь. Впрочем, президент Украины сказал сегодня, что запуск работы нового Верховного Суда – это не последний этап судебной реформы. В ближайшее время предстоит еще и создание антикоррупционного суда. Об этой особой судебной инстанции спорят уже очень давно. Наверное, на сотни пошел счет ссорам, в которые политики уже попадали из-за этого суда. Хотя его еще, можно сказать, нет даже в проекте. По крайней мере, те документы, которые депутаты уже регистрировали по этому вопросу, очень далеки от принятия и раскритикованы даже самой Венецианской комиссией. Итак, в каком виде и когда может заработать еще и антикоррупционный суд? И есть ли шансы, что депутаты приступят к рассмотрению законопроекта о нем уже до Нового года? Давайте обсудим с нашими гостями. Виктория Пташник – народный депутат и очень опытный юрист. Владимир Пилипенко – один из самых известных украинских адвокатов и представитель Украины Венецианской комиссии – наши гости. Здравствуйте, Владимир, Виктория. Спасибо, что пришли. Вика, давайте начнем с вас. Ваш прогноз. На последнюю пленарную неделю депутаты возьмутся за рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде или нет? Для того, чтобы начать рассмотрение этого законопроекта, его нужно, во-первых, отримать. У нас субъектом законодательной инициативы щодостворения власть на высшем антикоррупционном суде есть президент Украины, соответственно, Конституции. И, в основном, мы ждем, когда президент внесет этот законопроект в сессийную залу, для того, чтобы начать его рассмотрение. Принайменно, начать первый анализ. Но президент уже обещал, что на следующей неделе внесет. Президент сьогодні сказав, на дійсно, на урочистому заході, присвяченому Верховному суду, він сказав, що він вносить цей законопроект, якщо депутати відкликають той законопроект, який вони колись внесли, депутатський законопроект, і навколо якого точилася така пекельна боротьба, і щодо якого Венеційська комісія давала свої висновки. Але ситуація виглядає досить цікавою, тому що, по-перше, цей законопроект, у нього шансів точно проходити не було ніяких в Верховній Раді, адже він дещо суперечив Конституції. Він, як на мене, не забезпечував би професійність і, власне, такий незалежний відбір суддів, адже депутати пропонували, щоб у нас три суб'єкти були фактично відбору суддів антикорупційних. Це президент, це Верховна Рада і міністр юстиції. Саме тому, я думаю, що і Венеційська комісія його не підтримала. Але загалом підтримуючи ідею створення антикорупційних суддів, нам треба дочекатися президенту. За цими перипетинами ми внимательно следимо вже який місяць. Ізвісно, хоч щось, ну хоч какое-то примерне представлення є, яким може бути, або має бути, або має бути, або має бути цей антикорупційний судд. Владимир, як ви бачите, це має бути суд в Києві, який вирішує всі питання по країні, або має бути вертикаль суддів по всій країні? Я б сказав так, що на моє глибоке переконання, антикорупційним судом в результаті судової реформи повинен бути кожен суд в Україні. От тоді якраз ми зможемо сказати, що реформа пророблена. Бо я був і залишаюся противником того, щоб створювати в Україні окремий антикорупційний суд. Це з юридичної точки зору є нонсенс, нігілізм. Бо не може один суд бути антикорупційним, а ті, де судяться звичайні громадяни, корупційними. Ну да, дійсно, можна же об'явити, що в нашому суді прикривають глаза на корупцію. Хотите в справедливості, йдіть в антикорупційний Київ. Три роки проводиться судова реформа владою. За ці три роки достатньо було часу, щоб зробити наші суди антикорупційними. На жаль, владі це не вдалося. Хорошо. Вікторія, якщо все-таки ця система буде працювати, скільки треба суддів ще набрати по всій Україні? Я точно розумію, що цей суд повинен бути інтегрований в всю судову систему. Це не може бути якийсь відмежований суд. Більш того, там має бути забезпечене право громадян на апеляцію і на касацію. І очевидно, що це не можуть бути одні ті самі суди. Тоді має бути верховний антикорупційний суд, апеляційний антикорупційний суд. Ми розплодимо тоді судов? Скільки? Набагато з експертами спілкувалися з цього приводу, в тому числі і міжнародними організаціями, які напрацьовували концепцію створення антикорупційного суду. І вони якраз пропонували не ту модель, яка була в депутатському законопроєкті, а зробити в рамках касаційну інстанцію, в рамках Верховного суду антикорупційну палату, яка виступить касаційною інстанцією для розгляду тих справ, розгляд яких буде передбачений законодавством. Скільки судів потрібно? Чесно кажучи, мені важко відповісти на це питання, але це точно не питання тижня чи місяця відбору антикорупційних судів. Ви бачили, що конкурс до Верховного суду тривав майже рік. Там досить багато об'єктивних чинників, які вплинули на такий величезний процес. Я думаю, що антикорупційний суд відбор буде трошки менший, адже там не потрібно 120 судів одразу набрати. Але все ж таки, я думаю, що ця процедура може з'являтися. Владимир, ми зрозуміли, що ви не вірите в саму ідею, а вірите ли ви в те, що ця ідея буде реалізована? Як ви думаєте? А якщо так, то через скільки років? Ну, дивіться, у нас все дуже медленно якось так запрягається. У нас НАБУ два роки вже працює, але громких приговорів ми до сих пор не слухаємо. Госбюро розслідувань, скільки вже стають, не помню. Ну, все як ніяк створювати, толком не можуть. З цим, як буде? Реалізовано може бути все, що захочеш, особливо при цій владі. Але чи буде воно реалізовано так, як це вимагає Конституція? Чи будуть дотримані принципи основні при цій реалізації? Зверніть увагу, що пропонують ідеологи антикорупційного суду? Щоб цих суддів, які там мають бути антикорупційні, їх чи призначали, чи вибирали іноземні громадяни? Ну, правильно сказали? Має бути єдина система. Не можуть іноземці призначати українцям суддів. Бо завтра вони будуть призначати народних депутатів, президента, керівників ЖК, які будуть призначати. Це абсурд. Є квалівкомісія, є Вища Рада Правосуддя. Лише вони можуть призначати суддів. Чи то антикорупційного, чи Верховного, чи районного суду. Має бути єдина модель. Не може бути суд поза, як ви вже сказали, поза системою правосуддя. Це нонсенс. Але в нашій Україні сьогодні можна реалізувати будь-що. І я боюсь, що щось таке буде реалізовано, що потім ми від нього будемо втікати. Віка, ви в швидкі сроки вірите? В шо? В швидкі сроки создання антикорупційного суду і головне, щоб він заробував. Я вважаю, що об'єктивно потрібні не швидкі сроки для того, щоб його створити. Адже навіть на працювання законопроекту потребую певну часу. Далі проходження його в парламенті. Розробка конкретних завдань, конкурсних завдань, тестування для того, щоб відбирати цих антикорупційних суддів. Тому це точно не швидкі сроки. Віка, ви положи руку на серце. Ви самі вірите, що в країні є полістична воля для створення антикорупційного суду? Смотрите, як це виглядеть зі сторони. Одна ветві власті ссориться з іншою ветві власті по поводу створення антикорупційного суду. Це все іноді доходить до маразмов. Не тільки, в цьому питання. Радуються і аплодирують вже якийсь рік, по-моєму, тільки корупціонери цієї ситуації. Я вважаю, що навіть, якщо у деяких наших високоочільників немає політичної волі, у них вже не залишається ніякого шансу не почати створення антикорупційного суду. Адже на це звернула увагу вся вже міжнародна спільнота. Більше того, висновки Венеційської комісії, вони якраз говорять про рекомендацію створення антикорупційного суду. Сьогодні голова Венеційської комісії знову наголосив на необхідності його створення. Володимир, а ви як вважаєте, ці запад додавлять, або наші все-таки? Справа в тому, що захід не просто додавить, він передавлює вже. І тут залежить від того, наскільки місною буде влада в Україні. Якщо вона буде відстоювати українські інтереси, то є питання, навколо кого можна дискутувати. Якщо просто Міжнародний валютний фонд, вже в рішенні Венеційської комісії написано, що це вимагає МВФ і міжнародні донори, якщо навіть так пишуть, то наскільки ми можемо розуміти, це питання вже стоїть не в юридичній площині, а в політичній площині. І тут ми повинні дати відповідь самі собі. Чи влада захищає українців, чи їй вигідно просто транші Міжнародного валютного фону? Владимир, проблема, наверное, ще в тому, що ви говорите о діалогі, а видно, що пока тільки пробуксування, по-моему, цього питання. Спасибо вам огромное. Владимир Пилипенко, Вікторія Пташник були моими гостями. Ми з вами продолжаємо подробності недели, і ось о чому будемо говорити далі в нашій програмі. Курс на 4-100. Виполнит ли власть обіщання о повышенній мінімальній зарплати? Коли ж дать щедрот від правительства? І не съєст ли і цю прибавку інфляція? Удавка для семейних тиранів. Рада разрешила сажати за домашнє насилие. Скільки світить обидчикам? І як упрятати за решетку чоловіка, превратившого вашу життя в ад? Один із самих серых і при цьому самих заметних бізнесів в нашій країні. Тільки представьте себе, кожен день їх видят все. А работають вони, почти все, нелегально. Це таксисты. Болі 90% цього дуже прибыльного бізнесу в тіні. Ніхто не проверяє ні состояния машин, ні состояния водителів, ніхто не несет ответственности даже в случае серьезной аварії. Власть много лет обещает решити цю проблему. Але кожен раз решення відкладывається. А значить, кожен раз, садясь в такси, пассажиру стоит рассчитывать лишь на свою удачу. Убедилась в этом і Евгений Аковаленко. Після столкновення с відбойником пассажиру такси оторвало руку. ДТП с участием такси єсть пострадавші. Таксист збил человека на пешеходному переході. Такими заголовками вже, увы, нікого не удивиш. Віка поздно ночі заказала такси в популярному приложені. Говорит, машина була прилична, водитель теж показался адекватним, пока не тронулись с места. Девушка хотела выйти, но таксист не останавливался. Я понимаю, що мене проще доехати, чому що-то йому говорити, що він у мене там ще прийдеть в цій машині. Але він реально, він був п'яний, він, типо, взагалі еле держався. Держав цю руль, він ехав по двойною сплошною, ехав там без правил. Віке невероятно повезло, она доехала живой-здоровой. А вот Татьяну домой такси не довезло. Вот так она выглядела после поездки. Водитель нарушил правила и попал в аварию. Сам он не пострадал, а пассажирке осколками посекло лицо. У меня очень сильно лилась кровь из лица, и начали сбегаться люди и пытались помочь. Как оказалось, у нашего водителя даже не было аптечки. Девушку сразу госпитализировали. Тяжелых травм у нее не было, но на лице остались шрамы. В сервисе, где заказывала такси, Татьяне ничем не помогли. Более того, они замели следы. Все свалили на водителя, а водителя сразу же удалили с приложения, заблокировали. На компенсацию лечения девушка уже не надеется. Ведь даже доказать, что она ехала именно в такси невозможно, потому что более 90% такси в Украине нелегальны. Поэтому и ответственности никакой. Кроме того, сейчас устроиться на работу таксистом вообще не проблема. Не нужно ни предусмотренных законом лицензии, медсправки, ни тем более страховки. Любого автомобиля, можете даже иногда и не отправлять, не вымагают твои права, можете через что-нибудь отправить. Вас подключают. Под этим ником на это подключение может поджать и другая машина, и другая людина. В такси сегодня могут проработать люди хорошее на туберкулез. Это схема устройства на работу в большинство сервисов такси. Кроме них на рынке вполне успешно, хоть и нелегально, работают таксисты-одиночки. В народе их называют бомбилы. В принципе, их работы – развести пассажира на деньги. А для них самое хлебное место – столичный ЖД-вокзал. Идем туда. Прошу отвезти меня в центр. Просят 250 гривен. Ну, машина представительского класса, девочка, ну-ка смотри. Вы серьезно? За 250 гривен три километра? А что такое 250 гривен? Ну, за такую цену, может, хотя бы чек мне выдадут? Молоденька, никто вам ничего не дадет. Трамваи вам ведут билеты. Другой согласился ехать за 100 гривен. Но и тут, как в анекдоте, или шашечки, или ехать. Будет давать чеки. Когда я спрашиваю о лицензии и страховке, таксисты искренне возмущаются. Так, а что вы мне магазин свернуете, если вы хотите забрать? Ну, так вы же сначала погодились меня подвезти, а сейчас вы носом крутите. Потому что у вас это самое, у вас миллион требований. А кто вам сказал, что у меня должна быть страховка для вас? Саша подрабатывает таксистом свободное от работы время. Говорит, сейчас почти весь рынок в тени. А в результате страдает качество услуг. Ты раньше не мог выехать на линию, если у тебя неисправная машина. Сейчас я вот просто смотрю, у него три колеса все разные. Говорит, полторы фары. Но при этом он приезжает на заказ. В Министерстве инфраструктуры обещают, уже в следующем году будет жесткий контроль. Легальных таксистов будут узнавать по желтым номерам. А нелегалов строго наказывать. Штрафовать или забирать машину. В парламенте уже зарегистрирован законопроект. Его еще дорабатывают. Сегодня мы имеем около 40 миллиардов гривен теньовых коштей в тени от перевезда. Мы предлагаем, законившись все эти моменты, регистрацию информационно-диспетчерской службы. Простите процедуру дать лицензии перевезнику. Хочем легализовать около 200 тысяч рабочих мест. Но проблема в том, что навести порядок на рынке такси не могут уже много лет. Геннадий один из тех, кто работает официально. Раз в год он должен проходить медосмотр. Автомобиль такси по украинскому законодательству обязательно должен быть оборудован таксометром электронным. Есть даже кассовый аппарат. В его машине всегда все необходимые документы. Хоть его услуги немного дороже, зато за пассажира несет ответственность. Пассажир знает, что он в случае чего получит материальную компенсацию. Легальное такси, его видно в потоке. Это шашечки, шашечки на бортах автомобиля, плафон на крыше. А нелегал он, в лучшем случае, у него будет какая-то шашечка сбоку стоять, чтобы он ее мог рукой раз, быстренько и снять, и спрятать под сиденьем. А так работает его брюссельский коллега из Сефиани. В Бельгии у каждого таксиста в машине должен быть терминал для оплаты картой. И таксометр. Водитель в костюме. Такие правила. А машина обязательно черного цвета, с желтой маркировкой и шашечкой. Это официальный номер такси. В Брюсселе около 1300 такси. Все подчиняются общим правилам. Каждые полгода надо проводить осмотр машины, каждые пять лет – медосмотр. А чтобы получить лицензию, нужно сдать экзамен. Потерять ее можно, если водителя поймали за рулем пьяным. Цена лицензии зависит от спроса. Может достигать и 100 тысяч евро. Мы платим очень много налогов. В конце года 33% от прибыли. Кроме того, налог на транспортное средство и так далее. В Брюсселе много стоянок такси. Все машины в очереди. Если пассажир подойдет к любой из них, его направят к самой первой. Обустроить такие легальные стоянки обещают и в Киеве. Когда заработает закон. Но пока, садясь в такси, украинцам приходится лишь полагаться на удачу. Евгения Коваленко, Иван Ермаков, Ирина Диченко, Елена Абрамович и Вадим Сверидонов. Подробности недели – телеканал «Интер». Наконец-то повезло военным пенсионерам. В начале декабря они вышли на митинги сразу в нескольких городах. Требовали пересчитать пенсии по новой формуле. На этой неделе обещали протестовать даже в Киеве. Вообще профильное министерство уже давно должно было разработать законопроект, чтобы поднять выплаты и для этой категории пенсионеров. Обещали неоднократно. Конкретика появилась только сейчас. Законопроект отправили на рассмотрение в СНБО. Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что повышение пенсии для военных возможно уже с 1 января. Мы сделаем изменение пенсионной системы для 550 тысяч военных пенсионеров. Это первая позиция. Вторая позиция, которая очень важная. Пропонуем закласти ту же самую систему, когда индексация пенсий, а современная пенсия будет происходить автоматично. В этом году правительство успевает выполнить еще одну задачу, о которой говорили очень давно. Первую очередь обновленного комплекса детской больницы «Ахмадед» наконец вводят в эксплуатацию. Решение об этом принял накануне Кабмин. Премьер поручил Минздраву обеспечить все необходимое, чтобы первых пациентов больница могла принять уже через несколько месяцев. Вторую очередь достроят к концу следующего года. Для этого Кабмин выделил в бюджете на 2018 миллиард гривен. Ну вот какие еще принципиальные вещи предусмотрены в новом бюджете, и чего в нем до сих пор не хватает, обсудим с Сергеем Марченко. Заместитель министра финансов Украины, гость подробностей недели. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что пришли. Начнем давайте все-таки с военных пенсионеров. Мне интересно, Минфин уже подсчитал цену этого вопроса. Вот за что волнуюсь? Все-таки бюджет был проголосован до этого решения Кабмина. Хватит ли денег? Спасибо за вопрос. Вы знаете, в принципе, коштей достаточно, потому что у нас есть четкая позиция зберегти дефицит пенсионного фонда, как мы с ними согласились. Это сумма 139 миллиардов гривен. Он говорил, что новый пересмотр пенсии возможен в том случае, если государство перевыполнит план по доходам. Насколько это вообще вероятно? У нас минимальная пенсия зависит от прожиткового минимума. То есть, если у нас будет восстать прожитковый минимум минимальные социальные стандарты, это, ответственно, это произведет взросл Πенсии автоматически. Если у нас доходы бюджета будут перевыкноваться в первом квартале, мы сможем под micro зарплату, и, соответственно, мы будем поднимать другие социальные стандарты. Но нужно ждать. Tenemos удобство понимания, что экономика нам возможно поднимать социальные стандарты. Вы знаете, Вы говорите об одной логике повышения минимальной зарплаты, повышения пенсии. люди сейчас заметили другую тенденцию – повышение минимальной зарплаты и, к сожалению, повышение цен. Что происходит с инфляцией? Это самый главный вопрос на сегодня. Его прогноз инфляции в этом году пересматривали в негативную сторону. Чего ждать в следующем году? Рост цену удастся остановить? Мы сегодня даже спілкувались с Насбанком, у нас постоянная дискуссия. Мы заплануем, уряд планует 9% инфляции, это до грудня этого года. Мы не говорим, что у нас однозначная инфляция, но даже эти цифры, которые сейчас есть, они не будут критичными. Есть причины, почему она была сформована, ця инфляция. Это, в первую очередь, дефицит мясопродуктов в Украине, и большая часть пошла на экспорт. Но это нормальная ситуация, когда у вас открыта экономика. Вы не можете прекратить экспорт мяса. Вам нужно створить потужность для производства в Украине. Еще вопрос было, потому что выросли цены на фрукты. Фактор был сезонный через погодные условия, и другие чиновники, которые всплывали. То есть, не можно сказать, что где-то уряд как-то повлинул на инфляционную складовую. То есть, увеличение пенсии и заработных плат на сегодняшний момент не критично впливает на инфляцию. Есть другие чиновники, которые больше значительно впливают. Хорошо. Что с субсидиями? В этом году пришлось несколько раз пересматривать сумму, да, выделенную государством на субсидии. На следующий год этой суммы в заложенной бюджете хватит или нет? Мы заклали 71 миллиард гривен. Насколько больше это по сравнению с этим годом? С изменениями это больше на 2 миллиарда гривен. Мы понимаем, что, в принципе, этой суммы должны быть достаточно. Если мы будем проводить монетизацию, мы собираемся ее делать на уровне надавачей послуг с 1 сентября. И верификацию надавачей послуг. То есть, мы хотим, чтобы в этой сфере был порядок. Министерство финансов будет делать максимально возможные кроки, чтобы мы четко понимали, что та гривня, которая пошла субсидианту, мы могли бы высказать, каким образом она повернется в бюджет. Вы вспомнили о монетизации субсидий. В правительстве уже очень давно говорят, в следующем году она заработает, в каком объеме будут люди наконец-то получать деньги в полном объеме, вот эти субсидиальные или нет? На первом этапе будет монетизация на уровне надавачей послуг. На другом этапе... Первый этап сколько продлится? Если он будет успешным, полгода. За наступные полгода мы будем готовы запровадить уже второй этап. Это монетизация с 1 сентября 2019 года. Если это будет, скажем так, успешность первого этапа доведена. На уровне кинцевых споживающих. Закончу вечным вопросом. И в этом году депутаты так и не смогли принять решения, от которых зависит наполнение бюджета. И горный бизнес, и янтарный бизнес, выведение из тени. Сколько миллиардов теряет ежегодно, по последним подсчетам, бюджет страны? И возможно решение этих проблем в следующем году? Как вы думаете, Кабинет министров будет как-то давить на депутатов все-таки? Мы будем давить, потому что мы максимально зацікавлены, как Министерство финансовое, чтобы эти сферы были легализованы. То есть мы имели возможность отримать деньги в бюджет всех сфер. И уже сейчас мы заклали деньги от лицензии, от лотерей. И эти деньги должны пить как центральный бюджет, так и МСБ. Здесь я вам могу привести пример. Несколько лет уже закладываются деньги от приватизации выручены. От приватизации так и не пахнет. Если эти причины не штатят, их не будет. То есть мы, не мытьем так катания, мы все-таки дожмем эти вещи, чтобы мы могли каким-то образом реализовать. Есть законопроект зарегистрованный. То есть мы понимаем, что это должна быть какая-то законодательная база под это. Но если мы ее не сможем создавать, мы готовы идти нормативно-правными актами и регулировать эту сферу через законы. Понятно. Ну что ж, Сергей, мойте, катайте, но добивайтесь, пожалуйста, своего. Сергей Марченко, замминистра финансов Украины, был моим гостем. Спасибо вам огромное. Мы продолжим. Расскажу об еще одном споре, который так до сих пор и не решили. О минимальной зарплате. По идее, в следующем году минималка должна выйти на рубеж в 4100. Но в госбюджете пока есть только сумма в 3723 гривни с 1 января. Вообще, политики какую только минималку не предлагают. Сейчас обещают даже там и 5000. Но экономисты в ответ чуть ли не протестуют. Мол, рост социальных выплат у нас уже намного опережает рост экономики. А значит, все это закончится ростом цен и безработицей. Насколько серьезна эта угроза? Павлина Василенко продолжит тему. Питч привезли из Италии, установили тут. И вы видите, успешно вытекаем пиццу, занимаемся доставкой. Стать бизнесменом было его украинской мечтой. Роман учился в Италии, там же заработал стартовый капитал. Вернувшись на родину в 2009-м сразу открыл три дела. Пивной магазин, кафе и ресторан. В итоге остался только ресторан в городке Коломыя. Здесь работали 16 человек. Но в начале года, когда минималку подняли вдвое, Роману пришлось уволить четверых сотрудников. Теперь он в ожидании нового повышения. А получать прибыль все сложнее. Хоть минимальную зарплату и повышают, у людей денег больше не становится. Ведь параллельно растут и цены, и коммуналка. Со следующего года минималка повысится на 500 гривен. И станет 3723 гривны. Это заложено в проголосованном бюджете. Но президент внес предложение повысить сумму до 4100. За пропозициями Министерства социальной политики записано, что за репетсумками первого квартала при выкладке бюджета рассмотреть возможность переглядить эти цифры, президент пропонует это сделать не позже, как до третьего квартала 2018 года. Но это если деньги в госбюджете будут. Да и для бизнеса повышение минималки – серьезное испытание. И чтобы к нему подготовиться, нужно время. Денис открыл пекарню в мае этого года. Уже после того, как минималка выросла до 3200 гривен. На него работают 9 человек. Пекут хлеб и круассаны. А еще дают мастер-классы. В столице оборот неплохой, пока хватает и на зарплаты, и на налоги. Есть только какие-то поборы, куча бюрократии, в которой очень сложно разобраться, все это бухгалтерии, налогах. Если бы это все было больше упрощенно, то, я думаю, проблем было бы меньше. А то, что минимальная ставка поднялась немного, я в этом большой проблемы не вижу. Людей я не увольняю. Гораздо больше Дениса волнует подорожание продуктов и энергоресурсов. Ведь в комплексе с возможным повышением минималки это приведет к тотальному повышению цен. Маленькие бизнесмены, которые торгуют на розничный рынок, на небольшой опт, они все это чувствуют, поднимают цену на свой продукт. Мы будем с следующего года поднимать тоже. Сказать, что от того, что стало больше денег, люди начали больше купить, нет. Люди дорожче начали купить. И если мы сейчас еще поднимем минималку, то цены еще поднимутся. Ну, скажем так, в следующем году будет 15-16% инфляции. А что касается прокачивания, то есть так, 30-40% подорожки однозначно. Ну, она же прямая зависит. Но что для бизнесмена головная боль, то бюджетнику радость. Ведь несмотря на рост налогов и цен, для бюджетников повышение минималки почти единственная возможность все-таки получать больше. Это вообще будет хорошо. Чем зарплата поднимается, тем нам лучше. Но при этом повышенная минимальная зарплата уравняла и специалистов с высокой квалификацией, и обыкновенных работников. Эту несправедливую норму не исправили до сих пор. Тот, кто раньше жил на зарплату 3200 гривен, он так и продолжил жить на зарплату 3200 гривен. А тот, кто жил раньше на 1600 и получил 3200, вот их доход выровнялся. То есть мы об одних позаботились, а получается об других не позаботились. Не должен человек, который потратил лет 10 минимально, чтобы стать врачом на свое обучение, получать такую зарплату. Мне кажется, 1015 должен стартовать. Чтобы хоть как-то поддержать врачей и чтобы сотрудники не разбежались, в больницах выписывают премии из своего же фонда. Либо делят ставки. Если, например, ставка не занята, то мы ее отдаем, ее разработают співробітники по півставки, або по 0,25, чтобы они больше отримали зарплату. Ну, соответственно, они больше выполняют работы, но они больше отримают грошей. Пока в Украине, казалось бы, даже такое явное улучшение тает слишком много подводных камней. И социальную несправедливость для бюджетников, и налоговый груз для бизнесменов. Ведь предприниматели ждут в первую очередь изменений налоговой политики. В Италии сравнивает Роман тоже не без проблем. Но условия для бизнеса гораздо прозрачнее и есть ряд налоговых льгот. Крадается думка, что, наверное, нужно продавать бизнес и так уж выезжать. Один единственный момент выхода из этой ситуации – это уменьшить для нас хотя бы на 4% податков. Тогда можно будет тянуть. А брать неофицийно людей на обработку теперь небезопасно, потому что штрафы больше 300 тысяч. А налоговые каникулы уже который год в Украине остаются лишь обещаниями. Павлина Василенко, Жанна Дудчак, Любовь Кукла, Даниль Косаковский. Подробности недели. Телеканал Интер. А вот кто лучше всех знает, насколько тяжело нашим политикам дается выполнение обещаний, так это чиновники МВФ. Миссия фонда в Украину опять не собирается. Хотя ожидалось их прибытие как раз после принятия госбюджета. Официальный представитель МВФ сказал об этом очень дипломатично. Процитирую. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра. Но месседж вполне понятен. Напомню, в Нацбанке рассчитывают получить от МВФ в следующем году два транша на общую сумму от 3 до 3,5 миллиардов долларов. Эти деньги необходимы, чтобы удерживать курсовую стабильность и рассчитываться по долгам. А вот, кстати, с курсом опять проблема. В обменниках доллар уже больше 28 гривен. И эксперты говорят, что рубеж в 30 не за горами. Грандиозная ссора Украины с Польшей закончилась. По крайней мере, такие новости появились на этой неделе. Правда ли это? И чем завершится самый крупный за последние 10 лет скандал в отношениях с Венгрией? Обсудим в следующем часе нашей программы. Под угрозой взрыва. Сколько на Донбассе заминированных территорий? Как много людей погибло на растяжках? И сколько времени займет разминирование? Удавка для семейных тиранов. Рада разрешила сажать за домашнее насилие. Сколько светит обидчикам? И как упрятать за решетку человека, превратившего вашу жизнь в ад? Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. И начнем с очень болезненной темы. Их тысячи. Мин и снарядов. На обочинах дорог, в лесопосадках, прямо возле жилых домов. Земля в зоне АТО буквально напичкана взрывчаткой. По данным ООН, Донбасс сейчас одно из самых заминированных мест в мире. И полная очистка территории – дело далекого будущего. А пока от разрывов гибнут и калечатся сотни людей. Наш военный корреспондент Ирина Баглай с группой саперов побывала в заминированном квартале. Днепропетровская область. Летние каникулы. Во дворе играют дети. И тут раздается взрыв. Взорвался снаряд предположительно от зенитной установки. Смертельно опасную игрушку один из мальчиков принес с поля. Нашел возле полигона в Гвардейском. В результате трое детей с осколочными ранениями в больнице. Тогда больше всех пострадал внук Николая Ивановича – Саша. Где-то сантиметр тридцать тонкой кишки удалили. Толстую зашили. Один где-то осколок еще внутри остался. Нельзя было тогда его удалять. Ну и на ногах там еще мелкие. Телесные раны зажили, а вот душевные нет. Мама Саши спустя почти полгода неохотно говорит о том дне. А с сыном даже общаться не разрешила. Ведь это тема в семье – табу. Были мы у следователя, то как-то он следователь-то как-то это. А когда поехали на судмедэкспертизу, он, конечно, его трясти. Начала, он очень нервничать начал. Начала нас спрашивать, рассматривать его раны. Там все, ну, тяжело это ему. Для мирной Днепропетровской области рвущиеся снаряды – шок. Но всего в 300 километрах в зоне АТО земля буквально напичкана смертоносным металлом. ООН уже назвала Донбасс самым заминированным регионом в мире. Один из хвостовиков 120-й миной, то, что попало в дом тут по соседству. Четвертый год спасатели метр за метром исследуют эту землю. 7 тысяч квадратных километров – площадь подконтрольной Украины, в которой таится смертельная опасность. В зоне особого риска места, где велись ожесточенные бои. Среди разбитых домов садоры спустят годы находят снаряды. Дальше спасатели осторожно извлекают мину, чтобы определить, возможно ли транспортировка. При осмотре становится понятно – мина нестрелянная, а значит ее можно ввести на утилизацию. Повторять такие действия гражданским спасатели категорически не рекомендуют. Не опасная на вид мина легко может сдетонировать в руках неопытного человека. С начала войны на Востоке уже нашли больше 100 тысяч взрывных устройств. В Славянске в музее МЧС даже целую экспозицию создали среди экспонатов и снаряды Второй мировой. Этот, как его прозвали в народе, «Ванюша» – боеприпас реактивной артиллерии. Ответ немцев на советскую «Катюшу». Была заявка Грибника по минометной мини 82-го калибра. И после проведения контрольной проверки был сигнал металлодетектора. И при обстежении этого места, где был сигнал, нашли. Кроме мин и снарядов, большую угрозу представляют растяжки. Их устанавливают боевики. Поэтому золотое правило в зоне боевых действий – не поднимать ничего с земли, если ты это не положил сам. На психологию человека установлена растяжка. Людина видит телефон, сначала его хочет поднять, тут натянута нитка, взрывает нитку и происходит выбух. Растяжки устанавливают боевики в лесах и населенных пунктах. На этой неделе в сером селе Катериновка именно на такой растяжке подорвался пенсионер. Она была у соседнего дома. Нейтральная зона – это зона особого риска. Она не контролируется военными и пиротехникам. В общем, туда закрыта дорога. Никогда не знаешь, на что можешь наткнуться, даже там, где еще вчера была чистая тропа. Заграждение, предупредительные таблички, что здесь могут быть мины. Но это все только возле блокпоста. А вот дальше по дороге, уже в нейтральной зоне, ничего не будет указывать на то, что сойдя с обочины, человек может попасть в смертельную ловушку. Дорога для пересечения линии разграничения. Километровая очередь у нулевого украинского блокпоста в Майорске. За спинами этих людей блокпост боевиков. И они довольно часто наведываются в эти лесопосадки. Они проводят минувание данных посадок. Можливо, это также будет в целях провокации. Может быть, и случайные кирования. Они фактически подходят метров на 100, на 150 по этим посадкам. До нашего нуля. Такие минеры могут подъезжать и на гражданских машинах, стоять в очереди с остальными. Одна машина 200 метров залишилась прямо там. Ни сюда не поехала, ни туда. И до второй ночи мы спостерегали, как из машины выходило два человека. Заходили, посадки выходили. Месяц назад, сойдя с обочины, женщина из очереди подорвалась на оставленные боевиками растяжки. На Донбассе люди гибнут от растяжек и мин массово. Украина стала лидером по количеству таких жертв, опередив Мали и Афганистан. Это данные Женевского международного центра по гуманитарному разминированию. Только за прошлый год подорвались больше ста человек, и почти половина не выжили. А вот очистить Донбасс от таящейся угрозы можно только после наступления мира. На это необходимо как минимум десятилетия и миллиарды долларов. Ведь арифметика разминирования такова. Утилизация боеприпасов в себестоимость 30 долларов обходится в тысячу. Иначе придется платить человеческими жизнями. Ирина Баглай, Андрей Косюк, Елена Миндалюк, Евгений Малярчук. Подробности недели телеканал Интер. Как минимум десятилетия на разминирование это весьма приблизительная оценка по очень простым причинам. Во-первых, понятно, что нет точных карт заминированных зон. А во-вторых, бывает и так, что боевики заново минируют уже очищенные территории. Но, как оказалось, существуют и административные преграды для разминирования. Накануне мы попросили Министерство обороны ответить на ряд вопросов по этой теме. Например, хватает ли ресурсов и денег у военных, которые занимаются разминированием. И вот, что нам ответили в Министерстве. Министерство обороны Залучаются также и неурядовые организации, которые выполняют завдания с разминированием не за бюджетные деньги, а за те деньги, которые они получают от своих доноров. Найбільше, что потребуют наши подраздели, это, безусловно, это обновление оснащения. А это потребует, безусловно, певных денег. И за инициативой Министерства обороны был разработан проект государственной целевой программы Что-то противоминной деятельности на территории Украины. Но, на жаль, эта государственная целевая программа Кабинета министров еще пока не расследовалась. И это связано с отсутствием соответствующего закона. Еще раз. Кабмин не может рассмотреть целевую программу по противоминной деятельности, потому что депутаты так и не приняли соответствующий закон. Впечатляет, правда? Впрочем, об этом законе депутаты все-таки не забывают. Но, по крайней мере, некоторые из них. Вот, например, первый вице-спикер Ирина Герасченко считает, что в следующем году избранники обязательно должны заняться законом о противоминной деятельности. И относит это к числу приоритетов. Кстати, на своей странице в фейсбуке Ирина Герасченко прокомментировала еще одну болезненную тему. Освобождение заложников. На этой неделе появились очень тревожные новости. Мол, обмен опять может сорваться. И на сей раз из-за проблемы со списками. Чтобы боевики отпустили украинских заложников, наше государство должно освободить от уголовной ответственности и передать боевикам людей по их списку. А вот некоторые из этих людей ушли в отказ. И о своем нежелании ехать на оккупированную территорию они заявили только сейчас, а не в мае, когда списки согласовывались в Минске. Как будет решаться эта проблема? Наверное, один из главных политических вопросов уже в следующей неделе. А вот когда ожидать хоть какого-то прогресса по вопросу о размещении на Донбассе миротворцев ООН? Это топ-тема уже многие месяцы, но пока ясности по ней очень мало, несмотря на десятки встреч и переговоров на разных уровнях. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сейчас в Нью-Йорке представлял страну на совбезе ООН по северокорейской проблеме. А через несколько часов у него встреча с генсеком ООН, как раз чтобы обсудить детали украинских предложений по миротворцам. В чем они и найдут ли поддержку в ООН? Это вопросы для моего коллеги Дмитрия Анопченко, он сейчас как раз в штаб-квартире организации. Дмитрий, приветствую. Какие заявления уже успели сделать участники совбеза и с чем, собственно, приехала Украина? Ну, на самом деле, заявления пока что не публичные, разве что мы смогли буквально несколько минут назад эксклюзивно поговорить с министром иностранных дел страны. Я поясню, что здесь происходит вот в эти минуты. У Климкина начались переговоры на высоком уровне с министрами иностранных дел тех стран, которые представляют свои государства сейчас в ООН. Ну, а параллельно до этого и вот этим ООН и замечательно, была возможность поговорить со всеми неформально. Я с вами глазами, я в заседании Совета Безопасности находился, видел, вы, может быть, тоже эту картинку сейчас увидите, как украинский министр вместе со шведской коллегой разговаривали долго, подружески, неформально с генеральным секретарем ООН. Павел Климкин признался мне, что по окончании этого заседания у него была возможность переговорить очень откровенно, подробно с Рексом Тилерсоном. О чем говорили Тилерсон и Климкин, я буквально чуть позже скажу. Вот сейчас хочу прононсировать, что действительно через два часа начнутся переговоры, теперь уже официальные, теперь уже не в кулуарах, министр иностранных дел с генеральным секретарем ООН. Я спросил Павла Климкина, о чем будут говорить. Ну, ответ понятен, ответ очевиден, будут говорить о будущей миротворческой миссии. И, по словам украинского министра, проблема даже не в том, что есть спор о формате этой миссии. Этой миссии, перед ней должна в Украину приехать техническая миссия. Вот просто специалисты, которые оценят, что именно нужно Украине. И, по словам украинского министра, Россия даже о составе, о полномочиях этой технической, в общем-то, не очень важной миссии, все равно спорит. Вот, послушайте, что сказал министр. Чи допустите и Россия на территорию оккупованного Донбасса? Зараз она играется с тем, и Лавров, ведомо, это сказав, навіть видне, що та миссия буде собою особливати оккупационну администрацію. Ну, що йому відповів, що оккупационна администрація, вона там вже є. І миссия потрібна саме для того, щоб усунути цю оккупационну администрацію. Ну, вот, например, кажуть, ну, хай вони прийдуть, хай вони там охороняють місію ОБСЄ, хай вони там дивляться, де буде зброя. Але розброєнням не займаються. Я кажу, а як, а хто буде займатися розброєнням? Може, вони самі принесуть зброю, там, і складуть аккуратно, порахують і скажуть, а тепер контролюйте нашу зброю. Ну, як видите, точок соприкосновения достаточно мало, тому що Россия відбувається нові і нові требования. Але вот сейчас, наверняка, ми будем ньюсмейкерами, тому що Павел Климкен признався нам, ще ніхто в СМИ об цьому не сообщав, о том, о чому він говорив з Рексом Тилерсом. Говорили вони о санкціях, об їх усиленні. В останнє час в Конгресі дуже багато розговорів, о том, що якобы к февралю появятся нові санкції, і проти окруження Путина, і проти російських олигархів. Так вот, Павел Климкен, тільки що переговорив з Тилерсоном, нам це підтвердив. От, послухайте, що він сказав. Буде опублікований список не тільки російських активів, а, я так розумію, і активів багатьох російських олигархів, які стоять за російським режимом. І я вважаю, що це буде дуже потужний поштовх в тому, щоб Росія шла шляхом логіки реального мандату на Донбасі. І те, про що ми кажемо, це повернення Донбасу в Україну, повернення Донбасу до нормального життя і до нашого правового поля. І для цього формула дуже проста, я її сьогодні сказав. Це означає, що Росія аут, Росія виходить, і міжнародний компонент заходить. Коли це случиться, спорів багато. По словам українського міністра, те события, які все-таки дознати в феврале, а ще раз напомню, це усилення санкції, це нові санкціонні міри, вони як раз і можуть підтолкнути весь цей процес, і заставити Росію бути більш зговорчими, і не відбування все нові і нові услові. По крайній мере, так считає і український міністр, з яким ми тільки що говорили, і так считають багато його колеги, з якими він сегодня встречається в ООН. Студія. Дмитрий Анопченко в Нью-Йорке наблюдав за переговорами міністра іностранних дел України Павла Климкина. Ну а в Європі продлили санкції в отношении России, связанной с агрессией против нашої страни. С одной стороны, це решення во многом техніческе, но с другой, оно не обходиться без дискуссій, і каждые полгода спори все серьезні. Дипломати в Брюсселе говорят, що на этой неделе Ангеле Меркель пришлось очень жестко отстаивать санкції. І любопытно, що при этом именно Германия несет самые больші потери в Європі із-за санкцій. Єжемесячные убытки немецких экспортерів свыше 600 млн евро. Російську агрессию против України обсуждали на этой неделе высокопоставленные западные политики і в Києве. Пришли к уже традиційному выводу о том, що корупція – не меньшая угроза для нашої країни, чем війна на Востокі. Об цьому сказав екс-миністр обороны США Эштон Картер. По приглашению фонда Виктора Пинчука он прочел лекцию на тему «Безопасность для України». В дискуссии также участвовали бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк и генерал Джек Кин, который руководил американскими операциями в Іраке и Афганистане. Именно борьба с корупцией – одна из первоочередних задач для України. Вам необходима система предотвращения коррупции и хорошая судебная система. Они не менее важны, чем работа органов прокуратуры, которые борются уже с последствиями этого явления. Это нужно не мне, не США. И поэтому я не могу говорить вам «Будьте терпеливыми». Терпеливыми быть нельзя. Нужно добиваться изменений системы, чтобы она работала на людей. А вот ещё одна проблема, которая говорит о том, что украинское государство пока не работает для людей. Переселенцы. Пожалуй, самая незащищённая группа людей в нашей стране. Напомню, полтора миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны на Донбассе. И с помощью государства для них уже не первый год очень большие проблемы. Например, даже несмотря на инфляцию, на адресную помощь переселенцам в новый бюджет заложено практически столько же, сколько и в бюджет на 2017-й. Чуть больше трёх миллиардов гривен. Не радуют и расходы на строительство жилья для переселенцев. Всего 100 миллионов. А на помощь по трудоустройству лишь 20. Может ли это измениться в следующем году за счёт поправок к госбюджету? И есть ли вообще у государства ресурс, чтобы помощь для переселенцев была серьёзнее? Мы задали эти вопросы одному из самых активных народных депутатов. Вот что он нам ответил. При рассмотрении проекта бюджета на 2018-й год нами партия оппозиционный блок неоднократно укладывалась на то, что неоправданно мало средств предусматривается на социальные нужды. И слишком большие расходы заложены в проекте бюджета на силовой блок. Мы подавали свои предложения, как перераспределить средства силового блока на социальные нужды, но они не были учтены. Будут ли они учтены в первый месяц 2018-го года, мы не знаем. Мы будем наставить на этом, чтобы средства на внутренне перемещенных лиц были увеличены и были предусмотрены социальные выплаты и средства жилья для этих лиц, которые и так пострадали в результате конфликта на юго-востоке Украины. Далее, в проекте бюджета не предусмотрено увеличение расходов на социальные нужды тех украинцев, которые проживают на временно неподконтрольной территории. Во время последнего заседания Миниторингового комитета в Париже Парламентской ассамблеи Совета Европы рассматривался доклад депутата литовского парламента Варейкиса на тему последствия войны на юго-востоке для граждан Украины и соблюдения прав внутренне перемещенных лиц и прав тех украинцев, которые живут на неподконтрольной территории. И там, в этом проекте резолюции, которые будут приниматься в январе на Парламентской ассамблеи Совета Европы, указано, что эти люди не оправданно дискриминированы нашим правительством, нашим государством. Мы наставим, будем наставить на том, чтобы эти диспропорции были устранены. Мировые лидеры заявляют о победе над террористами ИГИЛ в Ираке и Сирии. Исламское государство фактически разгромлено. Подумать только, террористы смогли наладить в захваченных провинциях почти государственную жизнь. У них там даже свои налоги были. Теперь всего этого у ИГИЛ нет. Но ведь амбиции остались и желающих примкнуть к этой организации до сих пор тысячи по всему миру. Чем они ответят на разгром? И может ли где-то еще возникнуть новый террористический анклав? Сергей Ауслендер продолжит тему. Итак, вроде бы победа. Россия и Америка в один голос заявляют. ИГИЛ разгромлено. На сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике нет ни одного населенного пункта или района находящегося под контролем ИГИЛ. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации. В Вашингтоне разводят руками. А что же мы, получается, делали все это время? Ведь масштабы участия Америки и России просто несопоставимы. Самолеты США три года утюжили джихадистов, а военные советники обучали сирийцев, которые воевали с ИГИЛ. Как Вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распространяются в других районах и мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГИЛ больших успехов, чем предыдущая администрация за весь срок своего правления. Вопрос в том, кто победил ИГИЛ в сирийской проблеме сейчас, можно сказать, самый обсуждаемый. Победителей слишком много. Около 70 стран принимали участие в разгроме террористов. Тот же Израиль, например, вовсе не состоял ни в каких коалициях, но его ВВС регулярно наносили удары по базам джихадистов. Так что главная проблема сейчас не в том, кто победил ИГИЛ, а в том, удалось ли его вообще победить. Многие эксперты полагают, ИГИЛ, конечно, разбита, но вовсе не сломлена и побеждена. У таких организаций структура горизонтальная, нельзя убить главаря или разбомбить штаб, и все развалится. Каждая ячейка, каждый отряд действует сами по себе. Кроме того, далеко не вся территория Сирии оказывается освобождена. Как можно говорить о полной победе над ИГИЛом, когда у нас в сирийской пустыне город, я не знаю, Абукамаль, там есть еще огромная территория, которая по-прежнему находится под контролем. Это и барварская организация. Поэтому это данность, с которой приходится как-то жить. И тем не менее, если кто-то считает, что, может быть, пустыня это не часть Сирии, то пусть об этом громко скажут. Есть и другой момент. ИГИЛ как концепция, идеология всемирного джихада. Войны с неверными, а неверные это весь мир, кроме самих джихадистов. Так что у исламского государства происходит своего рода смена стратегии. Раньше это был захват территорий, теперь теракты и нападения. Сейчас ИГИЛ переориентируется на атаку. Атаку против арабских режимов, то есть по формату Аль-Каиды. Все то, что происходит в Египте. Ну, Ливия, безусловно. Как бы, да, там другие страны, в том числе Иордания, например, сейчас поднимают голову те так называемые спящие ячейки. Второй приоритет это Запад. Не сумев победить западные армии на поле боя, ИГИЛ, подобно той же Аль-Каиде, наводняет европейские столицы своими сторонниками, чтобы устраивать теракты и держать своего главного врага в постоянном напряжении. Это особенно актуально сейчас, во время рождественских и новогодних праздников. Сергей Услендер, подробности недели, Ближневосточное бюро, телеканал АИН. Необычная новость о санкциях внутри самого Евросоюза. Еврокомиссия готовится ввести ограничения против Польши. Уже в среду стартует официальная процедура. За что эти санкции? За то, что в Польше очень серьезно ограничивается верховенство права. Ну, по мнению еврочиновников. Так они оценивают польскую судебную реформу, принятие которой завершается в эти дни. Представители правящей в Польше партии право и справедливость давлению из Брюсселя уступать не намерены. И говорят, что открытый конфликт с Брюсселем их не пугает. Ну, а вот что все-таки может пугать, так это конфликт на два фронта. Одновременно и на западном направлении с еврочиновниками, и на восточном с Украиной. Вряд ли польские политики и даже такие самоуверенные, как консерваторы из правящей партии всерьез готовы допустить, чтобы их страна выглядела изгоем в своем регионе. Поэтому неудивительно, что в отношениях с Украиной наконец появилась хотя бы примирительная риторика. В полной мере это можно было наблюдать в минувшую среду во время визита польского президента Анджиа Дуды в Харьков и переговоров с Петром Порошенко. Обсуждения исторических вопросов важны, но история не должна доминировать, она должна способствовать налаживанию контактов, а не раздору. Призываю политиков не действовать эмоционально. Очень часто то, что происходило много лет назад, влияет также на сегодняшнюю нашу действительность из-за многих растерзанных сердец, боли, которые остались. Для того, чтобы строить будущее, мы должны подходить ко всему спокойно, не так, чтобы берегить друг другу раны, а чтобы строить мост между нашими народами. Мы дышали в спильной думке, что история не должна впливать на стратегичный характер Украины на польских отношениях, создает бурную историю 20 века. И поэтому, мол, польские компромиссные предложения по восстановлению разрушенных украинских памятников звучат нереалистично. Так что уже основываясь хотя бы на вот таких резких комментариях, а они уже прозвучали не только от Ветровича, можно предположить, что историческое примирение с Польшей еще ой как не близко. Итак, чего ждать дальше в отношениях с Польшей? Вот, например, Венгрия уже обещает блокировать любые проукраинские инициативы в Европе. Может ли еще и Польша стать такой же недружественной для Украины страной? Важно это понимать хотя бы потому, что все ключевые решения в Евросоюзе принимаются коллегиально. Чтобы даже относительно простые вопросы о предоставлении новой финансовой помощи Украине были решены, нужно согласие всех стран-членов ЕС. Да, и те же санкции против России продлевают после коллективного решения. Давайте обсудим эту тему с политологами. Прямо сейчас на связи с нашей студией Владимир Фисенко и Вадим Карасев. Пожалуй, самые известные украинские политологи, чьим оценкам точно можно доверять. Владимир, давайте начнем с вас. Как вы считаете, вот после этой встречи двух президентов Украины и Польши можно надеяться на то, что конфликт между нашими государствами все-таки закончится? Или это было временное затишье? К сожалению, причины этого конфликта достаточно глубокие. Они связаны в том числе с идеологической позицией правящей в Польше партии право и справедливость. Поэтому на сегодня можно говорить о том, что снято напряжение. А вот говорить о том, что конфликт полностью преодолен, конечно же, еще рано. Надо отдать должное усилиям двух президентов Украины и Польши. Они постарались не допустить дальнейшего развития конфликта и снять текущее напряжение. А также заложить предпосылки для того, чтобы этот конфликт не развивался дальше. Но тем не менее, я думаю, проблемы еще остаются и успокаиваться рано. Насколько осторожной должна быть сейчас политика и риторика и украинских чиновников, и украинских политиков по отношению к Польше. Как вы считаете, вот вы говорите о том, что нужно закладывать какие-то предпосылки для примирения. Как должна себя вести все-таки Украина? Ну, мирно или наоборот наступательной политикой? Я думаю, я думаю, что мы должны вести себя, я думаю, что украинская сторона должна себя вести гибко, взвешенно и ответственно. И в принципе, если не считать позиции того же Ветровича, заявлений некоторых политиков, наши государственные руководители ведут себя именно таким образом. Вот польские руководители, в частности, министры иностранных дел, некоторые другие представители польской власти и правящие партии, они позволяют себе, ну, мягко говоря, не очень дружественные высказывания, достаточно конфликтные заявления. И вот это создает, собственно говоря, проблемы. Иногда провоцирует эти проблемы, особенно с точки зрения поведения, скажем так, рядовых политических активистов. Поэтому политическая ответственность, гибкость, взвешенность, вот это самое главное. Владимир, а чего ждать тем семьям украинским, у которых родня, таких семей очень много, родственники работают в Польше? Не отразится ли это на наших зарубичанах в этой стране? Как вы считаете? Нет, ну, если уровень конфликтности будет нарастать, то, конечно же, это может приводить и к каким-то антиукраинским настроениям в Польше. К сожалению, такое возможно. Но на сегодня, мне кажется, обе стороны, особенно, вот еще раз подчеркну, два президента, они заинтересованы в том, чтобы отношения между нашими странами оставались в рамках стратегического партнерства, и чтобы возникающие конфликтные темы снимались и страны все-таки думали о совместных действиях. Поэтому, пока я думаю, что вот конфликтные какие-то тенденции, они находятся хотя бы под относительным контролем, но риски все равно остаются. Поэтому обе стороны должны действовать взвешенно и ответственно. Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Вадим, давайте теперь с вами пообщаемся. Как вы оцениваете все вот эти скандалы в отношениях со странами Восточной Европы? Смотрите, у нас уже проблемы со слишком многими соседями на Западе. Польша, Венгрия, Румыния. Она, наверное, осталась только со Словакией поссориться. К чему это все может привести и как отразится на отношениях Украины с Евросоюзом? Ну, я не думаю, что будут какие-то серьезные глубокие последствия. Хотя, конечно же, отношения испорчены с поляками, с венграми, ну, в меньшей степени с Румынией. Но отношения с Европейским Союзом это не самые главные проблемы в отношениях Украины и Европейского Союза. Вот отношения с нашими западными соседями. Хотя, конечно же, формирование национального сообщества в Украине, национальное строительство, государственное строительство вещь достаточно обоюдоострая. Так, здесь важно не пережать и учитывать реакцию наших соседей. Потому что искусство дипломатии, искусство внешней политики заключается в том, чтобы все-таки и соседей, соседей делать добрыми, а не формировать у них вот сопротивление, реакцию, какое-то недовольство и создавать точки напряженности по всему периметру. Единственное, вот, допустим, если взять отношения Украины и Польши, что спасает в этой ситуации? То, что у нас общий враг, Россия. И до тех пор, пока Россия будет общим врагом, конечно же, нас будет больше объединять, чем разъединять. Хотя, конечно, нам нужно думать о том, как аккуратно, рационально проводить нашу историческую политику. Потому что мы видим, что вот на примере Украины и Польши это столкновение с национализмом. Украинский героический нарратив, воинов УПА, вот он сталкивается с тем, что воинов УПА в Польше, причем даже не на уровне власти, но на уровне польского общества, но рассматривают как отнюдь не героев. Поэтому не случайно в последнее время вот в Польше говорят уже не в Волынской резне, а в Волынском геноциде. И надо понимать, это не политики, это больше идет от общества. И может президент Дуда приезжать сюда, делать успокоительные заявления, но надо учитывать, что президент Польши не самый влиятельный политик Польши. Премьер-министр тоже имеет достаточно серьезные полномочия, но а лидер Польши, Ярослав Кочинский, у него более резкие, более жесткие заявления относительно украинской исторической политики на данном этапе. Поэтому придется, наверное, корректировать где-то нашу историческую политику, корректировать наши исторические нарративы. Что у нас может объединить с поляками? Это приверженность европейскому историческому нарративу, который прежде всего дает дань жертвам. И во-вторых, подчеркивает, что нет безгрешных наций. У каждой нации есть свои грехи, есть свои герои, есть свои жертвы, есть свои грехи. И надо эти грехи признавать, менять отношения, каяться и идти вперед. Поэтому вот если и Польша, и Украина будут ориентироваться на европейский исторический нарратив, вот тот, который ориентируется французы, немцы, западноевропейские государства, то будет меньше расхождений в исторической политике, и будет меньше столкновений на украинского и польского патриотизма. И ваше мнение понятно. Спасибо, дорогие эксперты, за ответы. Владимир Фисенко и Вадим Карасел были на связи со студией подробностей недели. Скандальная история с новым украинским законом об образовании на удивление не перестает быть скандальной. Но теперь скандальной по-другому. Если раньше политики спорили о седьмой статье закона, которая отменяет правила обучения в украинских школах, то теперь спорят уже о выводах венецианской комиссии по этому закону. И прочтений этих выводов также много. Одни говорят, что менять принятый закон точно нужно. Другие, что венецианцы этого вообще не требовали. Третьи добавляют, что закон нужно не просто менять, а разрабатывать и принимать новый документ. Может показаться, что все эти дискуссии не такие уж и значительные. Мол, ну, что тут такого? Рано или поздно что-то придумают. Но именно от того, как решится весь этот спор, зависит и судьба отношений Украины с соседними странами Европы. В первую очередь с Венгрией. Давайте все-таки выясним, чего ждать от наших политиков. И начнем вполне логично с министра образования и науки Украины Лилии Гриневич. Все-таки в первую очередь это ее ответственность. Сегодня перед эфиром мы задали министру простой вопрос. Должны ли депутаты внести изменения в седьмую статью закона, которая и вызвала скандал? Вот что ответила нам Лилия Гриневич. По-перше, цього немає в рекомендациях Венеційської комісії. По-друге, я вважаю, что не будет политичної воли и потреби в цьому немає зараз поднимать это в парламенте. Зміни могут стосоваться в закону подготовить подручники и методики выкладания. Тому ось ця единая зміна до прикінцевых положений щодо выдовжения перехідного періоду это единая зміна, которая может стосоваться закону про освіту. Согласитесь, любопытный ответ. Во-первых, это не нужно, а во-вторых, на это нет политической воли. Все-таки слишком разные компоненты одного ответа. Ведь должно быть или не нужно, а потому не стоит и думать, есть ли политическая воля. Или нужно, но нет политической воли, а потому и не будет. Ну что ж, если буквально посмотреть на решение Венецианской комиссии, то там, конечно же, нет прямого предписания для наших политиков. Меняйте, мол, закон. Но ведь юристы Евросоюза действительно признали часть норм закона дискриминационными, действительно предложили изменить сроки реализации закона. Даже если принимать такие решения новыми законами, или, как говорит министр, изменять переходное положение, все равно де-факто это будет изменение норм действующего закона об образовании. А устроит ли критиков закона вот такое, скажем, осторожное решение? Прежде всего тех критиков, которые обратились даже в Конституционный суд, чтобы скандальные инновации признали неконституционными. Давайте начнем именно с этого вопроса. Разговор с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, сейчас на связи со студией нашей программы. Юрий Анатольевич, приветствую. В Кабмине, в коалиции отказываются менять нормы закона об образовании, а вы сохраняете свою негативную оценку этого документа? Наша фракция не голосовала за законопроект, мы считаем его антинародным, поскольку его принятие снижает уровень образования для детей, которые заканчивают школу, увеличивает срок образования. У нас выпускник уже 19 лет заканчивает школу, это недопустимо. И он перессорил нас со всеми соседями, поскольку снижает права национальных меньшинств в стране, идет противоречие с хартией региональных языков, которые подписала наша страна. Поэтому наша фракция подала заявление в Конституционный суд с требованием отменить этот закон. Кроме того, мы зарегистрируем уже зарегистрируем в ближайшие дни изменения в статью 7 этого законопроекта, которая будет огласить о том, что принятие решений обучения, о языке обучения будут принимать местные громады на основании региональной хартии, которая подписана нашей страной. Мы считаем, что это позволит снять напряжение, которое в том числе возникло из-за непродуманного закона в отношениях с нашими соседями сторонами Евросоюза. Кроме того, мы считаем, что это должно быть отменено и рекомендации в Медицинской комиссии, которая достаточно жестко высказалась в отношении этого закона, должны быть учтены при рассмотрении и принятии изменений в этот закон. Понятно. А что с другим спорным законопроектом, который депутаты тоже обещали рассмотреть, о реинтеграции Донбасса? Парламент вообще к нему вернется? И как ваша фракция будет голосовать по этому вопросу? Попытки провести так называемый закон о реинтеграции на самом деле мы считаем, что это закон об отделении части Донбасса, идут в полном противоречии с посреднической миссией, которая сегодня проводится спецпредставителем Соединенных Штатов Америки с представителем Российской Федерации. У нас большие надежды на то, что эта миссия завершится успехом и мы достигнем мира в этом регионе, чего хочет вся страна. Мы откроем политическую дорогу для урегулирования этого конфликта, а подобные инновации, которые внедряются и пытаются внедрить партия войны в парламенте, они этому вредят, поэтому мы категорически против принятия этой декларации, которая не приведет к урегулированию конфликта, а приведет просто еще к большему ухудшению и обострению ситуации. Хорошо, и последний вопрос у меня к вам по теме, которую мы с вами уже обсуждали неоднократно, это пенсии для военных. На этой неделе наконец-то появилось решение Кабинета Министров о пересчете выплат и для этой категории пенсионеров. Вы не раз, в том числе и в нашем эфире, требовали от власти заняться этой проблемой. Получается, что правительстве к вам прислушались? Как вы оцениваете новое предложение Кабинета Министров? На самом деле, то, что сделалось со всеми пенсионерами это величайший обман. Мы, естественно, не голосовали за так называемую пенсионную реформу и время показало, что мы были правы. Наш вариант наполнения пенсионного фонда не был принят и рассмотрен к рассмотрению, поэтому мы считаем, что принятие в таком виде так называемой реформы, оно привело к тому, что люди просто не получили ожидаемого увеличения пенсии, а в следующем году еще десятки тысяч пенсионеров вообще ее не получат, выходя на пенсионный возраст, у них нет достаточно страхового стажа. А что касается военных пенсионеров, это вообще позор, потому что им последний раз индексировали пенсию в 2012 году, используя бюрократическую проволочку и зацепку, правительство не подняло и не индексировало пенсии, хотя анонсировалось неоднократно, причем все нормативные документы для этого есть в стране, не надо принимать никаких дополнительных законов, есть постановление Кабинета Министров о увеличении денежного содержания действующим вослужащим, на основании этого автоматически должна быть пересчитана пенсия военным пенсионерам, так же точно, как пенсионерам правоохранительных органов. Правительство прошло напрямую нарушение закона, не сделав этого, поэтому наша фракция направила обращение в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон и оставил людей без абсолютно законных прав на, не реализовав законные права на повышение пенсии, на ее индексацию. Мы будем добиваться, чтобы правительство провело индексацию пенсии и увеличение без принятия каких-либо дополнительных законов, чтобы пенсионерам были пересчитаны пенсии в ближайшее время, с первой числа они их получили. Ну что ж, посмотрим, чем закончатся все эти законодательные споры. Спасибо. Юрий Бойко отвечал на мои вопросы. Недавно Верховная Рада ужесточила наказание за насилие в семье. Теперь слишком агрессивных мужей или жен можно отправить за решетку на срок до двух лет. Новация, конечно, полезная, учитывая, что каждый четвертый украинец рискует стать жертвой семейного насилия. Вот только заработать на полную силу она пока не сможет. Почему? Обсудим сразу после рекламы. Команда подробностей недели продолжает свою работу. Спасибо, что дождались. Общественные работы, арест до шести месяцев или тюремный срок до двух лет. Депутаты наконец ужесточили наказание для домашних агрессоров. Отныне их будут вносить в специальный реестр. Кроме того, в документе четко прописано само понятие семейное насилие. Это не только побои, но и психологические издевательства и экономические ограничения. Вообще, проблема семейного насилия актуальна для всего мира. Но, если в цивилизованных странах есть четкие механизмы и сдерживания насильников и помощи жертвам, то в Украине данная проблема была пущена на самотек. И это при том, что от домашней агрессии страдают миллионы людей. Но полиция на подобные вызовы ездит крайне неохотно, а если и приезжает, то попросту бездействует. Что изменит принятый закон, который вводит европейские стандарты и как с этой проблемой борются на Западе, выясняла любовь кукла. То чувство, когда стыдно, больно и страшно, потому что бьет не значит любит. Широко фиксуется трошки больше ста тысяч выпадки домашнего насильства. Но это только официальная статистика, вершина айсберга. На самом деле жертв семейного насилия гораздо больше. Их миллионы. И в основном это женщины и дети. Наталья и сейчас дрожит от страха, когда вспоминают, что ей пришлось пережить. Женщину с маленьким ребенком выжил из дому родственник. Издевался над нами, потом выгнал с квартиры, ограбил, и чтобы с целью ограбления квартиры не пускать нас в квартиру, поменял входные замки. Наталья с маленькой дочкой год скиталась по друзьями, знакомым. Иногда приходилось ночевать даже на улице или вокзале. А все из-за мужчины, за которого вышла замуж ее сестра. Зять сразу прописался в их квартире и превратил жизнь Натальи в пытку. Сначала унижал морально, потом начались побои. Избил, сказал, чтобы я паковала чемоданы, он теперь хозяин квартиры, что здесь я не имею права жить, чтобы убирала с коридора, с кухни все свои вещи. Агрессор избивал и Наталью, и детей. Он сестры избил ребенка зверски самокатом. Это от шурупа самоката. Ребенок радовался, что его оттуда вырвали, все было в крови. Это на следующий день расцвели синяки. Тут и старые, и свежие. Это он его тушил сигаретой. После каждого скандала Наталья и побои снимала, и заявления в полицию писала. Но все напрасно. Правоохранители на такие конфликты не реагируют. Мол, разбирайтесь сами, это ваши семейные проблемы. Люди скажутся на то, что полиция не реагирует эффективно. Поэтому Наталья приняла решение бежать. Вот только куда. У меня были женщины, жены депутатов, милиционеров, в том числе, военнослужащие, в общем, категория. А среди них и Наталья. Это временный приют для женщин, которые страдают от домашнего насилия. Правда, рассчитан он только на 12 человек. Они абсолютно безвольно, они не знают ни выхода, ничего. В этот приют женщины приходят, когда совсем не в моготу. Спустя какое-то время все равно возвращаются домой. Кто-то из эмоциональной привязанности к агрессору, а кто-то от безысходности. Ведь идти больше некуда. Возвращаются по нескольку раз. Причина простая, с насильником надо работать. У нас вообще парадокс. Значит, женщины с детьми уходят искать прибежище, а насильники остаются. Но даже тем, кто все-таки решился бежать, зачастую приходится прятаться. Вот у нас запасной выход на тот случай, если насильники рвутся в те двери. Бывает. Такое бывает. У нас где-то года полтора тому назад был случай, выследил муж жену с ребенком, маленький мальчик был. Значит, и вот с биноклем и выслеживал, когда, куда заходит. Ногу в двери и угрожал и нам, сотрудникам, и ей соответственно. Именно поэтому, чтобы агрессор не смог найти свою жертву, подобные приюты прячутся. Среди обычных хрущевок или общежитий здания неприметные, без табличек и вывесок. Конспирация ради безопасности. Сексуальное домогательство, побои и унижение в семьях это огромная проблема для всего мира. Не исключение и цивилизованные страны отличаются лишь подходы к решению проблемы. Полиция не мает приездить в домовку, подивиться, что это одна родина, это ваши внутренние разбирки, мы поехали, а вы тут разбирайтесь. Мы не будем втручаться, вы сегодня посварились, а завтра помиритесь. Конечно, не должна. Полиция должна действовать, как минимум задержать агрессора. К примеру, как в Америке. Я полицейский, моя работа просто произвести арест и сделать так, чтобы он никогда вас больше не обижал. Если кто-либо звонит в полицию, то офицеры просто обязаны произвести арест. Если есть свидетельство, что этот человек физически кому-то угрожал, то у полицейских просто нет выбора. Они арестуют этого человека. Это не обязательно означает, что он будет осужден, но полиция обязана забрать его из дома. По статистике, каждая четвертая женщина в Америке страдает от семейного насилия. В год местные службы помощи принимают до 8 тысяч человек. Им дают временное убежище и помогают и психологически, и юридически. Вы имеете право прийти в суд в течение двух часов после того, как заполнили бумаги и попросить так называемый protection order. Это запрет на то, чтобы агрессор мог прийти к вам домой или на работу. Ему запрещено звонить вам по телефону, нельзя даже контактировать в Facebook и Twitter. Это создает барьер. За нарушение запрета приближаться к жертве насильник может попасть в тюрьму или заплатит штраф в тысячу долларов. У нас проблему домашнего насилия просто игнорируют, но наконец появился шанс изменить ситуацию. Депутаты ужесточили наказание для семейных насильников, разрешили сажать их в тюрьму на два года. Теперь главное, чтобы эта норма действительно заработала. Любовь кукла Дмитрий Анопченко, Сергей Ведмить и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. В следующую пятницу мы с вами будем подводить уже итоги всего политического сезона. Все-таки последняя пленарная неделя. Ну, если, конечно, депутаты не продлят себе работу. Но вот что забавно, чем ближе эта неделя, тем больше задач депутаты просто скидывают на следующий год. Это и законопроект об антикоррупционном суде. И даже голосование по новым жестким наказаниям для нарушителей правил дорожного движения может пройти уже после нового года. Выяснилось, что даже многострадальный закон о приватизации, который должен разблокировать процесс продажи украинских госпредприятий в план работы парламента на следующей неделе не включен. Тем не менее, в Кабмине не забывают об этой задаче. Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман снова напомнил депутатам о том, что без приватизации нельзя рассчитывать на нормальное развитие национальной экономики. Впрочем, даже премьер признает, что еще придется побороться за приватизацию. Мы за то, чтобы продать неэффективно используемой в войну державы, продать его честно и конкуренционно. Я рассчитываю, что парламент в ближайшие тижни в сессии примет правильное европейское законодательство. Ну что ж, давайте встретимся через неделю и проанализируем, хватит ли у наших депутатов политической воли для решения этого и других важных вопросов для нашей страны. Ну а на сегодня все. Это были подробности недели. Спасибо, что смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok